Наверное, все слышали об этих трагических событиях 20 апреля 1999 года, когда двое старшеклассников организовали массовое убийство в школе Колумбайн. Особенно часто вспоминают о них сейчас, когда подобных преступлений стало ужасающе много. Так что же случилось в те весенние дни в обычной американской школе штата Колорадо? И что подвигло двух парней совершить массовое убийство? Для начала расскажем о тех, кто осуществил это жуткое нападение. Кто были эти мальчики, о чем они мечтали, к чему стремились? И могло ли все быть иначе? Эрик Харрис родился в 1981 году. Отец по профессии пилот, мать домохозяйка. У него был старший брат. Впоследствии отец был уволен, сменил работу и семья, прекратив постоянные переезды. Обосновалось в доме недалеко от школы Колумбайн, куда и пошел младший сын. Как выяснилось впоследствии, Эрик не был популярным в своей школе. Открытой травле он не подвергался, но парни не хотели с ним общаться, девушки встречаться. Когда он однажды проводил нравившуюся ему одноклассницу до дома и признался ей в любви, та отказалась от дальнейших отношений. Пытаясь вернуть ее, Харрис даже сымитировал самоубийство, но и это не принесло результатов. Впоследствии появилась у него и другая пассия, которая относилась к нему более доброжелательно, но все же для нее он был лишь другом, и не более. Именно у Сьюзан, а также и у отца и матери, он попросил прощения в своем видеообращении перед терактом. Известно, что парень наблюдался у психотерапевта и принимал антидепрессанты, пытаясь выйти из перманентной депрессии. Впоследствии неоднократно утверждалось, что прописанные ему медикаменты могли способствовать повышению агрессивности. Дилан Клибблт был ровесником и одноклассником Харриса. У него также был старший брат. Семья придерживалась лютеранского вероисповедания, отец был агентом по продаже недвижимости, мать работала с инвалидами. Мальчик рос тихим, необщительным и тяжело переносил смену обстановки, переходы из школы в школу, никак не мог наладить контакты с одноклассниками. На личном фронте у него также не ладилось, девушки не отвечали ему взаимностью. Многие отмечали, что парни были совершенно не похожи друг на друга по характеру. Один имел явные психические отклонения, стремился быть лидером. Второго часто склонны рассматривать как жертву сильного влияния первого. Распространена версия, высказанная родителями Дилана, что тот побаивался Эрика, считал его сумасшедшим и хотел порвать с ним, но просто не решился. Однако на видеозаписях, в которых юноши делятся своими планами и высказывают отношения к миру, Дилан предстает разъяренным, готовым причинить вред, раздражавшим его людям. Так или иначе, но Эрик и Дилан в какой-то момент очень крепко сошлись. Однако их тандем сразу принял криминальный характер. Они проявляли нешуточный интерес к оружию, однажды вместе ограбили оставленный у дороги грузовик, за что были приговорены к исправительным работам. Казалось бы, вот он, повод обратить на них повышенное внимание, как родителям, так и учителям. Узнать, что у них не так, что их беспокоит, попытаться поговорить с ними. Но никаких мер предпринято не было, окружающие считали, что все идет своим чередом. Никто не обеспокоился даже тогда, когда Клиблт в качестве школьного сочинения представил рассказ, в котором герой совершает вооруженное нападение на школу. Учитель посчитал нужным рассказать об этом родителям, но те полностью приняли сторону сына. Это просто рассказ. Сообщники в течение целого года тщательно планировали свое дело. По причине несовершеннолетнего возраста им пришлось приобрести оружие через подставных лиц, но это не вызвало ни у кого подозрений. Парни изучали вопрос о том, как можно сделать самодельные бомбы, взрывчатые смеси. В итоге у них собрался целый склад боеприпасов, которые они с гордостью демонстрируют на одном из домашних видео. Родители впоследствии уверяли, что ничего об этом не знали. Преступление было решено совершить в день рождения Гитлера, которому особенно симпатизировал Эрик Харрис. Справедливости ради следует заметить, что Дилан Клибболт не рисовал в тетрадях свастики и не был активным поклонником нацизма, вероятно, здесь сказалось еврейское происхождение и воспитание в духе ненависти к этой идеологии. В назначенный день юноши не пришли в школу ни к первому, ни ко второму уроку. Их одноклассник Брукс Браун забеспокоился и вдруг, выйди покурить, увидел Харриса, выходящего из своей машины. «Почему ты пропустил контрольную?» – упрекнул Браун. «Это уже не важно», – последовал ответ. Потом Эрик ненадолго задумался и внезапно сказал, «Ты мне теперь нравишься. Уходи». Брукс последовал совету и, уходя, позвонил в полицию. К этому времени сообщники уже заложили самодельные бомбы в школьной столовой. Время было установлено на 11,17. В этот момент там должно было находиться максимальное количество людей. Выживших предполагалось расстреливать на выходе из школы. Однако устройство не сработало, и, поняв это, Харрис крикнул, начиная и сделал первый выстрел. Была убита Рэйчел Скотт, а сидевший с ней рядом Ричард Кастальдо получил серьезное ранение. Убив и ранив еще нескольких учащихся снаружи, преступники подошли к дверям школы. В это время учительница Пати Нильсон услышала стрельбу снаружи. Она решила, что это какой-то розыгрыш или съемки видео. А Эрик и Дилан ранее уже снимали клип, в котором представляли себя героями, защищавшими школьников от хулиганов. Осознав страшную правду, она побежала в библиотеку, сказала ученикам спрятаться под столами, а сама стала звонить в полицию. Вскоре прибыл полицейский, но он ничего не мог сделать в одиночку. Ему оставалось только ждать подкрепления и стрелять в сторону убийц, отвлекая их от возможных жертв. Пока нападавшие отстреливались от представителя власти, учитель информатики и тренер Дэйв Сандерс помог выбраться детям из столовой и провел их на второй этаж. Как раз в это время Харрис и Клиблт зашли в здание школы. Они открыли огонь по преподавателю, закрывшему своим телом находившегося рядом с ним ученика, которому впоследствии удалось скрыться. Тренер через несколько часов умер от кровопотери. Тем временем убийцы подошли к библиотеке, где скрывалось некоторое количество учащихся и все еще разговаривавшая с полицией Пати Нильсон. Войдя, сообщники приказали всем встать, но дети продолжали прятаться. Тогда Харрис и Клиблт стали стрелять по столам, попутно выкрикивая угрозы в адрес парней в белых кепках элиты школьного общества, входивших в местный спортивный клуб. Здесь дала о себе знать обида парней на несправедливость школьной иерархии, в которой есть любимчики и изгои, лишенные внимания и общения. И эта обида, наложившись на еще не оформившуюся подростковую психику, трансформировалась в такие уродливые и жестокие формы. Дав несколько выстрелов по столам, парни стали ходить по рядам, отодвигая стулья и решая, убивать ли прятавшегося там ученика или нет. Кому-то удавалось выжить, притворившись мертвым. Так спаси брат самой первой убитой девушки, Рэйчел Скотт. Двух его друзей, с которыми он скрывался, застрелили, а Крэк Скотт лежал весь в крови и не шевелился. Пытавшихся покинуть библиотеку или выбраться из-под стола также убивали или ранили. Впоследствии большую популярность приобрела версия о том, что якобы нападавшие многих спрашивали, верят ли они в Бога, и убивали после положительного ответа. Однако в реальности такой разговор был всего один, с девушкой по имени Вален Шнур. От страха она громко вскрикнула, «Господи, помоги мне не умереть!» И Клиблт спросил ее, правда ли она верующая. Пытаясь дать правильный ответ, запуганная девушка говорила то да, то нет. Наконец Клиблт отошел от нее, и Вален удалось спрятаться под столом, где она притворилась мертвой. Убив и ранив более двадцати человек, преступники решили покинуть библиотеку, вероятнее всего, по причине того, что у Харриса открылось носовое кровотечение. После ухода из библиотеки нападавшие начали бесцельно бродить по школе, стреляя по дверям, заглядывая в кабинеты и пытаясь привести в действие самодельные взрывные устройства. В это время к школе прибывают парамедики, которые оказывают первую помощь пострадавшим. Харрис и Клиблт открыли огонь по медикам, и на какое-то время завязалась перестрелка с полицией. Уже в 12.05 выстрелы из окна школы прекратились. Харрис и Клиблт были найдены мертвыми, каждый из них выстрелил себе в голову. Таким образом, стрельба в Колумбайне продолжалась примерно в течение 50 минут. На месте происшествия тут же стали работать саперы, территория вскоре была разминирована. Полиция провела обыск здания, освобождая оцепеневших от страха детей. Вскоре была официально подтверждена информация о количестве пострадавших, 15 убитых, включая самих нападавших, и 23 раненых. Произошедшее получило большую огласку, и расследование широко освещалось в СМИ. Кого только не винили. И видеоигру Doom, которой увлекались парни-убийцы, и музыку Rammstein, которую они любили слушать. Но сейчас все уже сходятся во мнении, что причин было несколько. Это и отчужденность подростков, принявшие крайние формы, и их неумение наладить контакт с окружающими детьми, и нежелание, в свою очередь, их одноклассников принимать в компанию странных парней. В дневнике Эрика Харриса была найдена интересная запись с горькими упреками в сторону друзей. «У вас был мой телефон, но никто не хотел меня пригласить». Школьное насилие, унижение необщительных изгоев, замкнутость школьных компаний, в которые очень сложно пробиться. Все это уже давно стало притчей во языцах и является несомненной проблемой. Но все же далеко не каждый подвергшийся даже откровенному насилию и унижению в детстве берет в руки оружие. Разумеется, здесь сыграли свою роль и характерные особенности парней, и неполадки с психикой, которые у них были. И в то же время нельзя не заметить тотального равнодушия со стороны не только учеников, но и учителей, и даже родителей, родственников. Именно невнимание близких людей к проблемам Эрика и Дилана привели к трагедии. Все предпосылки были налицо, и чрезмерная агрессивность, и эксцессы с полицией, и явно нездоровый интерес к оружию и насилию. Но окружающие предпочли не замечать этого, это просто игра. Игра, обернувшаяся страшной реальностью. Вскоре после трагедии неподалеку от отремонтированного здания школы были установлены памятные кресты по погибшим. Всего их было 15, и среди имен жертв были имена их убить. Потом такое соседство сочли неуместным, и памятники убрали. Но пока они еще стояли там, на крестах Дилана и Эрика постоянно появлялись надписи. Ненависть порождает ненависть. Я прощаю тебя, и даже сожалею, что мы тебя подвели.